Слава Богу! Доброе утро, браты и сестры! Пожалуйста, присаживайтесь. Иисус царствует. Он царь, царь и Господь господствующих. Его власть, она могущественная на небе, на земле. И Его царство действует даже в преисподней. Амэн! Поэтому мы верим в силу Божью, мы верим в славу Божью. Мы верим в Божьи чудеса, мы верим в Божьи знамения. Мы верим, что силой Божьей все может в жизни человека измениться. Мы верим, что сила Божья, она способна реформировать каждую жизнь, каждую судьбу. И нет ничего невозможного для нашего Господа. Братья и сестры, Господь все может. Сегодня у нас хороший день, когда мы принимаем вечерю. И Библия нам говорит о том, что когда мы принимаем хлеб и вино, и мы должны принимать его, рассуждая о теле Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа – это то тело, которое было распято, ломимо за нас. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Ранами его мы исцелились. Только поэтому мы можем сегодня смотреть свидетельства и видеть, что чей-то слепой глаз открылся. Только поэтому. Потому что Иисус умер за наши грехи. Иисус взял на себя наши болезни и наши проклятия. Об этом нужно рассуждать. Об этом нужно размышлять. Об этом нужно говорить. И сегодня такой день, когда мы будем об этом размышлять. Когда мы будем об этом рассуждать. Когда мы будем вникать в эту тайну тела Иисуса Христа. Амин. Помолись за своего соседа несколько минут. Чтобы Дух Святой дал ему мудрость. Пусть открыто его сердце будет. Для того, чтобы он был способен принять Слово Божье. Слово, которое спасает. Которое исцеляет. Которое благословляет. Которое меняет жизнь человека. Господь благослови. Вложи в мое сердце веру. Веру, которая приходит от слышания Слова Божьего. Пусть это вера. Она меняет мою жизнь. Пусть она мне дает силу. Силу побеждать. Силу преодолевать. Пусть это вера. Она передвинет все горы в моей жизни. И пусть ни одна гора не останется на своем месте. Пусть все изменится. Болезни уйдут. Проклятия уйдут. Милость Божья пусть придет. Благословение Божье пусть придет. Во имя Иисуса Христа. Я открываю свое сердце для Слова Божьего. И ты сказал Господь верующему все возможно. Я принимаю это. Я убежден в этом, что через веру все изменится. Амэн. Знаете, один человек. Он был болен раком. И он сильно молился Богу. Сильно молился. Потому что врачи его списали. И врачи сказали, все, ты уже не можешь быть вылечен. У тебя последняя стадия. И там была ужасная большая раковая опухоль. И он молился Богу до того момента, пока пришел выступление. Знаете, наши церкви, их иногда обвиняют о том, что у нас люди приходят в выступление в молитве. Нас обвиняют в этом. Что мы говорим на непонятных языках, что здесь присутствует какая-то психическая такая составляющая, психически влияют на людей. Но я хочу сказать, духовный мир, он требует какого-то изменения в твоей жизни. Если ты хочешь попасть в духовный мир, ты не можешь попасть в духовный мир, находясь в плоском состоянии. Тебе нужно стать духовным человеком. И он молился, молился. И он в этой молитве пришел просто выступление. И вдруг увидел видение. И на видении Иисус висел на кресте. Весь окровавленный, избитый, в терновом венце. И он обратился к этому парню и сказал, слушай сюда. Возьми свою опухоль и брось ее на меня. Просто брось ее на меня. Этот человек сказал, Иисус, я не смогу это сделать. Я не смогу, у меня совести не хватит бросить опухоль на тебя. Но Иисус настаивал. Он сказал, брось свою опухоль на меня. Брось свою опухоль на меня. И тогда этот человек, это в духе происходило, вытянул из своего тела эту опухоль. И положил на тело Иисуса. И тело Иисуса раскрылось. И оно поглотило эту опухоль. И Иисус умер. Иисус умер. Иисус умер. А парень на следующий день пошел на работу. Братья и сестры, ранами его мы исцелились. Ты должен рассуждать о теле Иисуса, чтобы туда мог бросить все свои проблемы, все свои проклятия. Аминь! На кресте произошел обмен. Мы отдали ему свои болезни. Мы отдали ему свои грехи. Мы отдали ему свои проклятия. А он вернул нам свою праведность, свое здоровье и свое благословение. Нам нужно рассуждать о теле Иисуса Христа. В теле Иисуса есть наше спасение. В теле Иисуса есть наше освобождение. Библия говорит, что если бы люди судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Оттого многие из вас немощны, больны и многие даже умирают. Потому что если бы мы судили себя, то мы бы никогда не были судимы с этим миром. Аминь! Нам нужно оценивать свою жизнь. Нужно оценивать свои поступки. Оценивать несогласно других людей. Оценивать несогласно той ситуации, в которой мы находимся. Оценивать свои поступки и свою жизнь согласно Библии. Следуй за Библией. Следуй за Богом, который показывает, что хорошо, а что плохо. И когда ты судишь себя, ты не будешь судим вместе с этим миром. Аминь! Это то, ради чего мы здесь собираемся. Чтобы Слово Божье нас обличило. Чтобы Слово показало нам наши недостатки. И чтобы мы признали их и сказали, Господь, теперь я не прав, но есть Твоя святая кровь, которая может омыть меня, очистить меня. И ты снова чист. Ты снова праведен через кровь Иисуса Христа. Ты исцелен через тело Иисуса Христа. Аминь! И знаете, тело Иисуса, это не только то тело, которое было на кресте, и то тело, которое было распыто за нас. Теперь тело Иисуса Христа, это церковь Иисуса Христа. Давайте мы откроем свои Библии и посмотрим послание Ефесянам. Первую главу с 20 стиха. Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах. «Превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем, все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть, тело его, полнота, наполняющая все и во всем». Давайте вместе это скажем. Давайте вместе это скажем. «Исус Христос превыше всякого начальства». Аллилуйя. Мне так нравится это. Братья и сестры, твой начальник выше всех других начальников. Тебе это нравится? Твой начальник выше всех других начальников. Иисус Христос выше всякой власти. Аллилуйя. Иисус Христос выше всякой власти. Амин. И силы, и господство, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Амин. Он покорил все под ноги его. И поставил его выше всего. Братья и сестры, Иисус выше всего. Наш Господь выше всего. И Он глава церкви. Не глава парламента. Глава парламента поруби. А глава церкви, Иисус Христос. Не глава России. Глава России Путин. А глава церкви, Иисус Христос. Амин. И глава Америки. Глава Америки Трамп. А глава церкви, Иисус Христос. Так скажите мне, кто тут главный? Иисус главный. И все покорил? Куда? Под ноги его. Братья и сестры, все под ногами Иисуса Христа. Все проклятия, болезни, конфликты, проблемы, нищета, ни устройства. Все под ногами Иисуса. А Иисус глава церкви. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Очень простой вопрос. Что такое церковь? И чувствуешь ли ты свою принадлежность к церкви? Понимаете, вопрос в людях. Очень часто люди говорят, я хожу в церковь, я посещаю церковь. Мне иногда нравится быть в церкви. Я иногда захожу в церковь. Я во многом не согласен с церковью. Я бываю в церковь. Я иногда слушаю по видео, то, что говорят в церкви. Да, я понимаю, что тебе так удобно, ты на диване лежишь. Но ты не чувствуешь своей причастности к церкви. Вот почему ты не видишь, какой Иисус великий. Знаете, тот, кто чувствует свою причастность к церкви. Тот, кто стал с ней плоть от плоти. Тот, кто органически с ней соединился. Он не говорит, я хожу в церковь. Он говорит, я церковь. Я церковь. Я новое творение во Христе Иисусе. Вот этот человек, он может рассчитывать на то, что глава его жизни Иисус Христос. А если глава Иисус Христос, все под его ногами. Иисус пришел и сказал, я пришел создать церковь, которую врата ада не одолеют. Дьявол не одолеет. Кого? Церковь. Церковь. Как мало людей на земле, они чувствуют себя церковью. Ты говоришь, что такое чувствовать себя церковью? Это быть церковью в одном духе. Амин. Быть в одном духе. Когда все молятся, молиться. Когда все на домашних группах, быть на домашних группах. Когда все на молитве, быть на молитве. Когда все проповедуют, быть на проповеди. Когда все на стадионе, быть на стадионе. Понимаешь, это чувствовать свою причастность органическую. И не просто, знаете, я хожу, когда мне нравится. Сюда и из бэушники ходят иногда. Понимаете? Сюда все могут ходить. Ты должен чувствовать свою причастность. Духовную причастность. Материальную причастность. Библия говорит, где ваши сокровища, там и ваше сердце. Где твои десятины? Там твоя церковь. Амин. Где твои десятины? Там твоя церковь. Территориально. Территориально, братья и сестры. Не надо искать церковь в Америке. В чужом огороде всегда трава зеленей. Надо искать церковь там, где ты есть. И надо становиться частью этой церкви. Надо просто органически пропитаться. Сказать, боли церкви, мои боли. Радости, мои радости. Победы, мои победы. Страдания, мои страдания. Я часть ее. Библия говорит, что мы все порознь члены. А вместе мы тело. Порознь член. Аминь. Говорит, если я порознь, то член. А если вместе, то тело. У тела есть одна привилегия. Оно имеет ценность только когда оно вместе. Да. Аминь. А что такое порознь? Порознь? Это окорочка. Вот что такое порознь. Понимаешь? А вместе это курица. Аллилуйя. Курица бегает. А окорочка жарятся. Знаете, очень часто люди в церкви, но они не чувствуют себя частью церкви. Порознь, члены. Но вместе. Что? Тело. Мы должны быть вместе. 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 Мы должны любить друг друга. Мы должны строить друг с другом отношения. Но мне не все нравится. Слушай, я когда раздеваюсь перед зеркалом, мне тоже не все нравится. Нашел свои позапрошлогодние джинсы. Купил в першотравенском Суикенхенде за 300 гривен. И пытался их надеть. Смотрю, пузо вот так висит. Не нравится. Но пусть лучше оно будет, это тело. Чем его не будет. Потому что духом я среди вас летать не смогу. Я могу только ходить в теле. Поэтому быть в теле лучше, чем быть. Что за микрофон ты мне дал поломанный? Порознь, члены. Сейчас выпадут батарейки и все. Тело, это когда вместе. Вместе. Вы знаете, всегда, когда я смотрю на церковь, вот смотрю на людей, на всех людей смотрю, на разных. Мне вообще нравится, что у нас разные люди. Вот, вы знаете, вот особенно когда на служении, у меня всегда сердце проникается любовью ко всем. Даже если я на кого-то злюсь, я злюсь любовью. Да? Потому что это церковь. И не... Я не хожу в церковь, я не служу в церкви. Я церковь. Ты должен такую позицию в своей жизни занять. Знаете, одна женщина пришла, говорит, пастор, помолитесь, на меня там колдует вот тот, колдует вот тот, на меня там вот этот колдует, на меня вот этот колдует. Я говорю, а вы в какой церкви? Она говорит, не, ну я ходила туда, ходила туда, вот сейчас к вам приходила, по улице ходила, к вам приходила. Ходила, ходила, начала приходила. А что вы ко мне приходили? Ну, потому что дьявол, колдовство и проклятие. Знаете, я вам скажу, если ты часть церкви, тебя врата ада не одолеют. Я жалею, что мы не можем взять свидетельства со всех окружающих этот город колдунов и гадалок. Я просто жалею, что мы не можем с них взять свидетельства. Если мы могли взять свидетельства и записать их, когда к ним приходили люди и говорили, заколдуйте вот этого человека. А колдунья говорила, я поняла, его нельзя заколдовать. Почему? Потому что он в этой церкви. Он в этой церкви не получится. Что надо сделать? Надо его отсюда вытянуть, понимаешь? Вытянуть надо. Вытянуть, чтобы он, по крайней мере, понял, что он не часть этой церкви. Слышите? Вот когда он это поймет, тогда эта колдунья сможет что-то сделать. Но когда человек себя чувствует органической частью, меня нельзя от нее отделить. Меня нельзя от нее отделить. Тогда глава этой церкви – Христос. И тогда все под его ногами. Чувствуй себя частью церкви. Полюби церковь, прилепись. Слушай, переживай ее победы и поражения. Амин! Чувствуй. Я внутри нее. Я не вне церкви, я внутри нее. Знаете, я когда-то взял микрофон, поехал в Павлоград, и типа как я корреспондент. Вот с камерой там батюшка пришел к одному, говорю, скажите, пожалуйста, а церковь – это здание или люди? А он, понимаете, он, ну, он бы сказал бы, что здание, да? Так понимает, что, ну, не совсем это правильно. А сказать люди тоже не может. Потому что людей-то немало. Люди-то только на Пасху. Ну, еще на Троицу. Ну, еще на Рождество. Понимаете, проблема в чем? Когда люди перестали проповедовать причастность людей к церкви, причастность. Вы слышите? Причастность. Не просто я прихожу, захожу и выхожу, а причастность. Я часть этого. Это мой народ. Это мой Бог. Это мои люди. Хорошие, плохие. Слушай, если у меня перхоть на голове, это же не значит, что мне надо голову отрубать. Амэн. Если у меня живот висит, это не значит, что мне надо зарезаться. Дай Бог, пусть он еще висит лет пятьдесят. Ну, я чувствую принадлежность. Понимаете, тело, оно хорошо, когда оно вместе. Ты должен чувствовать свою принадлежность к церкви. Вот тогда врата ада тебя не одолит. Ну, не возьмет тебя рак. Не возьмет тебя гепатит. Меня радует эта молитва. На этой молитве столько наших служителей, пасторов, лидеров. Они получили чудесное исцеление. Это еще одно доказательство того, что церковь врата ада не одолеют. Когда люди чувствуют себя счастью церкви, на них распространяются все благословения этой церкви. Все помазание, вся защита. Чувствуй себя церковью. Церковь это тело. Порознь мы члены. Члены лежат в холодильнике. Ну, вместе мы тело. И тело может двигаться. Тело может побеждать. Тело может выигрывать битвы. Тело может идти дальше. Тело может открывать церкви новые. Тело может открывать новые репцентры. О, мэн. Тело может строить царство Божье. Члены. Они лежат в холодильнике. Отрезанные. От церкви. Я не буду давать десятину. Да что я буду сюда ходить? Да что я буду себя слушать? Слушай, твой удел холодильник. Холодильник. Твоя судьба в холодильнике. Ты замороженный. Ты что там замороженный? Ты отмороженный. Все. Все закончилось. Ты должен быть частью тела. Ты должен быть в теле. Моя церковь. Мой дом. Мое служение. Аминь. Когда ты так себя чувствуешь, тогда Христос глава твоей жизни. И тогда все проблемы под твоими ногами. Тогда ты победитель. Аминь. Аминь. Иисус сказал, создам церковь. Врата ада не одолеют. Врата ада не одолеют. Я знаю, что дьявол, если он захочет уничтожить церковь, он не сможет. В Петропавловке колдунья там одна пастыря нашего хотела сжить со свету. Сжить со свету. Шестерки пиковые, весь огород засыпанный. Навозом забиты все дырки в замках. Все дырки в замках забиты навозом. Смотрит, не помогает. Она грибы заколдовала и с дочкой послала к нему домой. Говорит, на грибочков покушай. Тот покушал с благословением Господнем. Все нормально. Все нормально. Она говорит, смотри, какой неподдающийся. Ничего-то его не берет. Вызвала колдуньи с области. Они устроили такой шабаш. Говорит, сейчас пойдем окружим его дом, проклянем, и он сдохнет. Побуди к дому. Такой страх на них допал. Страх Божий. И они поняли, если еще один шаг, мы умрем. Мы умрем. Церковь врата ада не одолеют. Откуда это знают? От того, что она покаялась. Церковь врата ада не одолеют. Я говорю, церковь врата ада не одолеют. Когда ты внутри нее, дьявол тебя боится. Когда ты просто, вот знаешь, где-то там, ну, иногда ты появляешься, как красное солнышко, да, такое, пау, хоп, все исчез. Ты должен быть частью, частью Божьего народа. Тогда на тебя распространяются все Божьи благословения. Давайте мы откроем еще одно место из Писания. И посмотрим книгу Откровения, 12 главу. Ну, здесь, я думаю, вы знаете, что было. 7 стих. Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, а дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли. Против Бога дьявол не устоит. Амин. Против Бога дьявол не устоит. Ни один дьявол против Бога не устоит. Амин. И написано, места им не нашлось на небе. Как бы мне хотелось, чтобы и в нашей жизни дьяволу места не нашлось. Аминь. Он вечный. Квартирант. Аминь. Пожил чуть-чуть и выгнали. Пожил чуть-чуть и выгнали. Хорошо, чтобы твоя квартира всегда была для Бога. Твой дом был сюда для Бога. Чтобы дьяволу там места не нашлось. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщавший всю вселенную. Низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос на небе. Ныне настало спасение, сила. Царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Представляешь, тварь, а? Он даже ночью не спит. СМСки строчит вот так вот. Вот так вот строчит. Даже ночью не спит. Прикинь, ты спишь ночью, а он на тебя ночью даже не спит. И СМСки строчит. Ты что, я кошмары вижу? Потому что он ночью даже на тебя строчит СМСки. Прикинь, он на небе день и ночь рассказывал про наших братьев. Какие они плохие. День и ночь. Ночью не спал. Нет бы ночью поспать, чтобы мы хоть чуть-чуть поспали. Нет. Он всю ночь, всю ночь, такие-сякие, такие-сякие. Иисус стоит перед Богом и говорит, Бог, они хорошие. А дьявол говорит, а они вот то сделали, вот то сделали, вот то сделали. А Иисус говорит, кровь моя омыла их. А дьявол говорит, не-не-не-не-не, они плохие. Он клевещет, клевещет, клевещет. Знаете, дьявол переводится как обвинитель. Обвинитель. Понимаете? Это его профессия. Профессия всех обвинять. И даже если нет проблемы, он его придумает. Нет обвинения, он его придумает. И дьявол обвинял день и ночь перед Богом. День и ночь, день и ночь. Ночью не спит. Обвиняет, 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 обвиняет. И Богу это надоело. А мы. Он его слушал, 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 слушал. Потом взял его и скинул с неба. Да? И говорит, объявите тут по Царству Небесному, что теперь у нас все хорошо. Знаете, когда вот клеветника нету, вообще все хорошо становится. Потому что клевета, там все плохо. Выкинь клеветника, и сразу станет все хорошо. Знаете, тут клеветник. Кто такой клеветник? Это тот, кто с дьяволом работает вдвоем. Да? Сотрудник дьявола. Внештатный. Завербованный. Чтобы вместе с дьяволом клевету говорить. Да? И вот дьявол упал на землю. Упал на землю. Что было дальше? Давайте посмотрим. 13 стих. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И данной были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Но земля помогла жене. И разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Знаете, если на небе дьявол только теми занимался, что клеветал, неужели вы думаете, что когда он упал на землю, хоть он и ударился головой, и роги там выросли, вы неужели думаете, что у него поменялись принципы? Осталось все то же самое. И когда он на земле увидел жену, жена, которая олицетворяет собой церковь Иисуса Христа, он встал перед ней. Для чего? Чтобы воевать с ней, чтобы сожрать ее. Дьявол всегда хочет сожрать церковь. Если у него есть власть сожрать церковь, он ее сажает в тюрьму, он распинает церковь, он вешает церковь на крестах, он сжигает церковь на кострах, вдруг общество демократическое стало. Уже нельзя сжигать, уже нельзя на костры вешать, попалить, вешать на кресты. Что остается? Открыть свою пасть и пустить из этой пасти грязную, мутную реку, которая ничего общего, которая ничего общего с нормальной жизнью не имеет, которая есть не что иное, как клевета. Знаете, клевета в церковь разрушает с двух сторон. Одна клевета из вне, вторая клевета изнутри. Знаете, когда клевета звучит из вне, у меня вообще никаких проблем по этому поводу не возникает. я понимаю, что дьявол, он может быть в разном виде. Когда он пасть свою открывает, оттуда выходит эта мутная река. Для чего? Чтобы увлечь церковь этой мутной рекой. Увлечь. Знаете, клевета это частичное знание. Вот частичное. Понимаете или нет? Это часть знания, часть. Вот что такое клевета? Это часть знания, часть. Часть знания. Если ты используешь часть знания, часть, маленькую часть, вот часть, вот как она выглядит, эта часть. Бывшие наркоманы сидят в доме 40 человек и не колются. Ого! Это как? Понимаете, клевета это часть истины. Когда человек берет часть, часть правды, часть истины и начинает ее прокручивать. Я вот опять же хвастаюсь. Поступил в аспирантуру. Сдавал философию. Вот. И там, когда про философское понимание истины речь идет, то обозначение звучит так. Истина это иметь полную информацию об изучаемом объекте. А когда человек взял такой кусочек, кусочек, и вот так сплел с него всякую ерунду, это есть клевета. И вот эта пасть, она открывается постоянно по отношению к церкви. Причем, не важно, во времена Нерона эти верующие, что они там на служении кричали, огонь Духа Святого. это они Рим сожгли. Как ты смотришь новости наши, новости наши, смотришь, ко мне человек за храницей приехал, он посмотрел наши новости, и он говорит, это у вас криминальная хроника? Я говорю, не-не, это обычная новость. Они говорят, как обычная? Это криминальная хроника. Это во всех странах такая криминальная хроника. У вас это обычная новость? У нас это, да, да, в наших репцентрах сидят три тысячи наркоманов, которые молятся с утра до вечера, Библию читают. Да, вы просто посчитайте, сколько преступлений они не совершили. Сколько денег они не украли. Сколько аптек они не ограбили. Сколько родителям они физиономии не набили. Сколько они не вытащили из дома клевета. Это часть информации. Часть. Знаете, дьявол, он всегда ищет какую-то часть. Он ищет какую-то часть, и он ее раскручивает. Он ее раскручивает эту часть. Кстати, один человек ко мне здесь в городе пришел, говорит, пастер, ты неправильно вот так говоришь, неправильно вот так говоришь, неправильно вот так говоришь, ты все неправильно. Короче, все тут неправильно в этой церкви. Я говорю, слушай, давай возьмем Библию, давай сядем, и давай выясним. Дьявол не любит выяснять. Дьявол не любит выяснять. Вы думаете, он пришел? Он не пришел. И никогда не придет. Дьяволу выгодно иметь кусочек информации и раскрутить его так, как будто бы это зло. Потому что дьявол по своей сути кто? Клеветник! Он ненавидит истину. Он ненавидит истину. Он не хочет ее выяснять. Дьявол самая невежественная тварь во вселенной. Ему не важно, что действительно истина. Ему нужен вот такой кусочек какой-то информации для того, чтобы сплести, обмануть и ввести всех в заблуждение. Знаете, когда это СМИ. СМИ. Это не так страшно. Да? Потому что мы знаем, что они не понимают духовный мир. Они не понимают, где дьявол, где Бог. Они не разбираются в этом. Они как дети малые, наши каналы телевизионные. Их легко обмануть. Их легко ввести в заблуждение. Иногда купить. Да? А вы покажите свой репцентр. Правильный он или неправильный? Зачем мне репцентр показывать? Давайте я вам 10 тысяч приведу бывших наркоманов под кабинет министров. Вот и все. И каждый историю свою возьмет в руки. Прочитайте только. Вот и все. Зачем мне показывать репцентр? Иисус не сказал показывать репцентр. Иисус сказал показывать плоды. Когда кто-то показывает репцентр, это значит плодов показать не может. Я хочу плоды показать. У меня их тысячи, тысячи, тысячи измененных судеб. Восстановленных судеб. Зачем мне показывать репцентр? Зачем мне показывать церковь? Зачем мне вообще все это показывать? Я вообще не собираюсь ни перед кем оправдываться. Результат посмотрите. Вот и все. Иисус сказал, узнавайте их по плодам. Дьявол не хочет слышать о плодах. Дьявол не хочет слышать о плодах. Если бы ты дьяволу показал любое свидетельство, он бы на любое свидетельство нашел бы объяснение. И ты бы еще и виноват был. Маленького мальчика видишь. И Бог в веру втянули. Смотри. Начал веровать. Даже глаз прозрел. Во как сектанты зазомбировали. Даже детей. Нельзя детей зомбировать. Лучше давайте их научим свободе. А вдруг это не мальчик? Вдруг это другое какое-то существо? Пусть сам, когда вырастет, выберет. А как вы наркоманам помогаете? Мы помогаем. Мы вот завезли вагон метадона. И они приходят, и мы их вот так кормим, кормим, кормим. А они говорят, нам мало, мало. Мы все равно плохо себя чувствуем. А мы их больше кормим, больше. Чтобы он сдох быстрее. Вот у нас есть все. В центре Киева. К евро. К этому евро, евро. Вот такой плакат. 40 метров на 10. Наша религия, это свобода. Наша религия, это свобода. Что такое свобода? Это болтать что хочешь? А? Это делать что хочешь? Это грешить как хочешь? Это воровать сколько хочешь? Это вы считаете свобода? Свобода, она может быть только в рамках 10 заповедей. Вот тогда это свобода. А когда это выходит за рамки Библии, это уже начинается не свобода, а начинается разрушение свободы. Так вот, когда клевета, она извне, и эта пасть открывается, и на церковь льется река этой грязи, это нормально. Библия говорит, если гонит вас, Дух Божий, Дух Славы пребывает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Все нормально. Значит, на правильном месте. Значит, на правильном результате. Знаете, хуже, когда клевета изнутри. Когда клевета изнутри. Когда непроверенные, беспочвенные. Знаете, кто-то приходит, говорит, пастырь. А вот ты знаешь у того пастыря, да он вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, и он вот еще вот такой, еще вот такой. Слушай, я знаю в десять раз больше, чем ты, и молчу. Ты знаешь, ты не знаешь ничего, и ты говоришь. Ты ничего не знаешь, и ты говоришь. Я знаю в десять раз больше, и молчу. Почему? Я не играю на пару с дьяволом. Я говорю, я не играю на пару с дьяволом. Никогда не играй на пару с дьяволом. Не распространяй непроверенную информацию. Не распространяй то, о чем ты не знаешь что-то 100%. Когда люди не знают 100% раз по стране. Знаете, когда я в школе учился, я учился в школе давно. Давно. Ну, допустим, в 75-м году. В 75-м году. Ты кого? В 79-го ты? В 79-го ты? В 83-го, да? Вот когда я учился в школе. В 75-м году. Если ты, допустим, что-то говорил на кого-то. Знаете, между же учениками там, да? Там какая-то потасовка возникла. Да дурак ты, да? У нас всегда так говорили. Ты отвечаешь? Если ты говорил. Не, не отвечаю. Все, конфликт исчерпан. А когда ты говорил. Отвечаю. Все говорили. Тебе надо, чтобы они шли один на один. Да? И люди шли один на один. Кровище. Нос разбитый. Вот такие фингалы. Знаете, вот в церквях. За базар никто не отвечает. Никто никого на один на один не зовет. Поэтому все разговаривают, куда хотят. Куда хотят разговаривать. Какое хочешь направление, говорят. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Никто ни за что не отвечает. Если бы отвечали. Прикинь, каждое служение приходит все в синяках. Что такое? Это за базар отвечал. Никто не отвечает Все разговаривают, но никто не отвечает Библия предусмотрела Библия предусмотрела, что христиане будут разговорчивые Поэтому Библия говорит Не судите Никак Что вообще никак, что ли? Ну так хочется Никак Что вообще никак? А что мне надо сюда ходить? Я вот пришел, посмотрел, послушал Пришел уже на неделю разговоров Я все время покупаю себе машину одной марки одного цвета Даже номера оставляют прежние Зачем? Чтобы тебе не о чем было разговаривать Люди не знают ничего И они разговаривают так, как будто бы они все знают Слушайте, я знаю Я знаю в сто раз больше от вас Прикинь, молчу Почему? Я два на два С дьяволом дурака не играю Я с Иисусом играю Иисус оправдывает Дьявол обвиняет Если ты будешь с дьяволом играть, ты проиграешь Будешь дураком Где? Везде Везде будешь дураком Потому что жизнь показывает Жизнь показывает Жизнь показывает Одна девочка маленькая Пришла в церковь Двадцать пять лет назад Говорит А мне мама рассказала про вас все Говорит, что она рассказала? А вы сейчас деньги соберете И в Америку уедете Вот так вот Ты говоришь Ну я тоже так думал Я тоже так думал Думаю, все тут жили В Першатраинске так думали Вот Деньги собрал Такой глобальный город Прям тут можно такие деньги собирать Особенно мне нравится Знаете, когда говорят Они у наркоманов деньги забирают Клевета Это часть знания Знаете, часть Часть знания Часть Даже Библия, она говорит Имеешь что-то против брата Понимаете? Вот ты имеешь против него Пойди и выскажи Между тобой И ним одним Понимаешь? Библия дает четкую Инструкцию Как себя вести Если у тебя что-то появилось Против человека Ты вышел, рассказал Тот говорит Ну да Видать, я что-то неправильно понял Извини Написано Если он покается Ты приобрел брата Если он не покается Не покается Ты должен найти Двух свидетелей Вы слышите меня? Которым ты должен Объяснить ситуацию Объяснить И они Должны в этой ситуации Тебя поддержать Вы слышите меня? Поддержать То есть Если ты прав Тебе легко Найти тех Кто тебя поддержит Если ты не прав Тебе лучше Никого не искать Тебе просто лучше Закидывать Вот так Знаешь Сидеть на ячейке И закидывать Да знаю я того Да Зачем тебе искать Поддержку Если ты не прав Да ты ее и не найдешь Я говорю Ты ее и не найдешь У нас люди Все Библию читают У нас каждый человек Знает Что одна из заповедей Это лжесвидетельство Под которую Если ты совершаешь Это лжесвидетельство Попадаешь под проклятием Ты Твоя семья Твои дети Твои внуки И твоему правнуку Правнуку твоему Ой не пойму А что ребенок Вот это такой родился С патологиями Даже понять не могу А что такое вообще Что это такое Я даже не понял А что так получилось Так ты и не знаешь этого У прадеда спроси Вот что такое грех Люди с совестью ходят Они не будут поддерживать Если человек Не уверен В том что он говорит И Библия говорит Если ты нашел двоих Возьми этих двоих И втроем Человеку расскажите Что он не прав И когда этот человек Услышит Что уже трое человек Убедительно ему говорят И покаяться Библия говорит Ты приобрел брат Библия говорит Чтобы мы людей приобретали Вы слышите меня? Приобретали Чем приобретали? Истиной приобретали Ложью ты никого не приобретешь Клеветой ты никого не приобретешь Все что основано На клевете Рухнет Все что построено На клевете Разрушится Тебе нужна истина Если ты пришел И с этими людьми Ты сказал И он не послушался Дальше не послушался Тогда уже не говори Этим людям Тогда скажи Всей церкви Пусть тебя Церковь с человеком Рассудит И если он не прав Даже в глазах церкви И не послушает церковь Вот только тогда Написано Пусть он будет тебе Как кто? Язычник И мытарь Понимаешь? Только тогда Ты можешь Про него Как про брата Забыть Библия дает инструкции Для того чтобы люди Могли иметь Внутри церкви Близкие отношения Слушайте Да не удивляют меня Светские люди Знаете Я вам скажу так Дай Бог Чтобы когда-нибудь Я стал религоведом И Бог в милости Он когда-нибудь устроит Что у нас будет Семинар Для СМИ Из позиции Библии Из позиции науки Чтобы людям Поняли Что вообще Чему В жизни Дай Бог Такое будет Братья и сестры Поверьте Я даже не могу Их судить Сегодня Почему Почему Наш президент После того После того Как его Что-то верить Что-то верить Люди И он И он Был на шахте Подумаешь Подумаешь После поломанного Позвоночника Начал Поднимать вес В три раза Больше себя Ну подумаешь Ну подумаешь Бог его исцелил Это тьма Редко кто берется Потому что Дьявол Князь мира Сего Редко кто берется Дорогие мои Послушайте Нам Мы сегодня Не сможем Изменить Общественное Мнение За один день Библия Говорит Что мы будем Делать Продолжать Добрые дела И закрывать Уста Каким Людям Каким Невежественным Знаешь Библия Как вроде Знала Что так Будет Невежественным Людям Мы будем Делать Добрые дела Мы их Будем Делать Мы их Будем Делать Да Да Кто, кто, кто может из наркомана, преступника, рецидивиста сделать капеллана, которого вызвали в штаб-квартиру НАТО, чтобы награду вручить в Америку? А? Только Иисус, который глава церкви, и который положил все под ноги, все под ноги, вот и все, вот и все. Кто может? Только Иисус, Иисус. Братья и сестры, почему я это говорю? Мы не можем отличать за них, мы можем отличать за себя. Никогда не будь распространителем клеветы. Никогда не открывай свой рот о том, чего до конца не знаешь, чего ты не изучил. Я понимаю, тебе станет скучно жить. Найди себе служение. Аминь. Найди себе служение. И все. И твое время будет занято. Ты будешь служить людям. Ты будешь служить Богу. Да? И Бог тебя благословит. Кривита – это работа на дьявола. Никогда не работай на дьявола. Никогда не работай на дьявола. Работай на Бога. Работай на Господа. Знаете, мы должны работать на Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы должны чувствовать себя частью этого большого народа под названием церковь. Аминь. Аминь. Нас много. Братья и сестры, нас миллионы. Мы не какая-то отдельная першотравенская секта. Я говорю, нас миллионы. На земле нас больше, чем православных в десять раз. В десять раз больше. Понимаете? Просто этого никто не знает. Это никому не доносит. Мы нормальные люди. Мы любим Бога. Мы видим, как Он работает. По трошку, но работает. Может, для тебя чей-то чужой глаз, он не имеет особого значения. Но для отца, который, кстати, тоже из бывших. Да. Да. Ты видишь человека, который десять лет прокололся. А потом он так переживает за своего сына. Это значит, Бог уже изменил его. Но для Иисуса все мы имеем роль. Все мы имеем значение. Если мы часть церкви. Не будь сбоку. Не будь где-то вот отдельно. Будь вместе. Будь целым организмом. Иисус сказал, создам церковь. Врата Адаль, ее не одолею. Давайте закроем свои глаза. Положи руку на сердце. Положи руку на сердце. И скажи вместе со мной. Иисус Христос. Я знаю, что ты глава церкви. Положи руку на сердце. Иисус Хримф.